Всем привет! Хочу поговорить о Gini Impurity Gini Impurity Ну так Сперва вспомним откуда это пришло Смотрите, если вы пользовались какой-нибудь библиотекой например SkyLearn или Успарка Machine Learning или Вэри строили модель на основе деревьев решений или случайного леса то одним из параметров возможно вы видели там предлагается выбрать энтропию или Gini то есть по сути дела выбрать каким образом ваше дерево решения будет строиться какой внутренний алгоритм будет использоваться при построении данных деревьев и в этом видео я предлагаю рассмотреть каким образом работает Gini Impurity напомню еще сперва наши деревья деревья решения относятся к так называемым моделям с обучением к моделям с обучением то есть что это значит что у нас есть выборка какая-то да там есть признаки и у этой выборки уже есть ответ какой-то вот например на графике можно я показал вот у нас есть признаки Age, Income и уже размеченные объекты то есть это то каким образом наша тренировочная база состоит да и на основе этой тренировочной базы мы фактически хотим построить модель дерева решений что это значит дерево решений фактически мы хотим построить серию взаимосвязанных вопросов которые разделяют наши наши объекты каким-то образом на подгруппы допустим вот первым вопросом могло быть какой возраст вторым вопросом например какой доход в принципе третьим вопросом мог снова быть какой возраст четвертым мог быть снова какой Income только более узкий диапазон мы бы брали бы на более продвигаясь в глубину дерева то есть наша задача вот при построении да если мы опять вернемся к графику вот найти вот такие вопросы найти вот такие вопросы с помощью которых по сути дела мы сможем построить параллельные прямые которые будут разбивать нам множество наших объектов благодаря которым то есть благодаря вот этим прямым в итоге мы сможем создать некую некую модель то есть по сути дела некая сита если посмотрите если бы вот давайте представим простой вариант простой вариант это вот у нас есть какая-нибудь простая модель вот здесь вот наглядно все видно как нужно провести вот взяли прямую провели и сразу разделили нет никаких проблем но реальность такова что такую прямую нам не построить почти никогда обычно будет что-то вот такого либо 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 вот здесь я еще взял простой вариант простой вариант да всего два признака но нам-то объекты придут гораздо более с более богатой информацией там признаков может быть 150 и вот такое вот наглядное представление мы даже себе не сможем позволить там будет какая-то многомерная многомерное пространство и нам нужно будет построить какую-то чудо-плоскость которая разделяла бы наши объекты это представить вот здесь уже очень сложно и нам нужен какой-то математический аппарат по большому счету чтобы вот это деление делать удобно чтобы эффективно делить и вот тут нам приходят вспомогательные алгоритмы по типу энтропия и Gini Impurity и так о чем же у нас Gini Impurity смотрите если я вот сейчас возьму 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 случайно 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 объект отсюда да вот какая вероятность что объект будет красным 0.2 0.4 а какая вероятность того что он не будет красным то есть я вытянул думал что это красный а на самом деле это не красный то есть можно сказать какая вероятность того что я ошибусь это соответственно 1 минус 0.4 ну поскольку у меня всего два класса здесь 6 а здесь 4 здесь вероятности достаточно просто определяются дальше поехали поскольку у меня здесь два класса то я должен определить вот это вот значение вероятность того что я возьму я ошибусь для каждого класса вероятность вытянуть зеленый какая у меня 0.6 вероятность того что я ошибусь 1 минус 0.6 0.4 на 0.6 и здесь 0.4 на 0.6 то есть здесь получится 0.48 и это некий некий это у нас это у нас некая стартовая точка то есть у нас еще нет никаких линий мы еще никак не поделили то есть можно сказать что вот вот этот индекс g это вероятность некорректно классифицировать случайно выбранный объект еще раз это вероятность некорректно неправильно классифицировать случайно выбранный объект из нашей уже известной выборки Хорошо Известный, потому что мы строим модель на основе известных нам данных Это наше базовое значение, от которого мы будем отталкиваться То есть мы будем вот это число сравнивать с другими А с какими? Давайте возьмем и поделим, и поделим вот таким вот способом Вот такое вот первое условие Вот такое вот первое условие Вот так я поделил наши объекты То есть это было бы у меня какое-нибудь первое условие Ну, допустим, здесь пускай дорогу 25 То есть теперь я должен посчитать вот этот джинни Вот для левой части и для правой части Левой части и для правой части Давайте сделаем это То есть вот этот коэффициент джинни Для левой части Вероятность взять красный, какая? 1 Вероятность, что я возьму не красный, какая? 1-1 То есть это в итоге у нас в 0 превратится Поскольку у нас классов всего 2 Я каждый раз должен считать Для обоих случаев Вероятность того, что я здесь возьму зеленый, какая? 0 Вероятность того, что я не возьму зеленый, 1 Ну, и это у нас снова здесь в 0 То есть индекс импьюрити Индекс импьюрити у нас равен 0 Джинни импьюрити То есть можно даже вот отсюда Видно, когда у нас находятся объекты Только одного типа Нашей подплоскости То есть импьюрити это не чистота, грязь Какая-то примесь Она равна 0 И мы по большому счету Вот хотим вот сравнивать Вот эти примеси Которые мы получаем Которые мы получаем Теперь дальше поехали Дальше поехали Нам нужно правую посчитать Правую считаем Берем красный Вероятность красного Здесь какая будет? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, значит 25% Вероятность не взять красный То есть 0,25 на 0,75 Будет Ну ладно, пока расчеты оставим Давайте поехать Вероятность получить Здесь зелененькую Это значит 0,75 А я хочу вероятность того, что я ошибился Соответственно мне нужно еще умножить на 1 Минус 0,75 Ну или по-другому Это можно здесь сказать Так, где это? Черный май Так 0,75 На 2 И Поделить на 4 Так, это будет 1,5 А 1,5 разделить на 4 Так, это Так, если я умножу на Так, давайте я Лучше воспользуюсь Калькулятором 375 0,375 То есть я получил Я получил, я получил Смотрите Так Я получил Следующая Джинни Импьюрити Для ветки Левой я получил 0 А для правой 3,75 Но, смотрите Я их получил для левой И для правой Мне нужно теперь А я хочу соотнести С той, которая для всей выборки была Так ведь Я должен, соответственно Добавить Каким-то образом Значение Значение То есть Пропорции Пропорции Каким образом я поделил И здесь я делаю По-простому Я просто Беру количество Вот здесь Элементов Которые все То есть Я хочу сейчас Посчитать Суммарную Примесь Для левой И для правой Для этого Я должен Учитывать Пропорции Какие Я поделил Теперь Смотрим 0 Так Подождите 0 Я умножу на Здесь у меня 0,2 0,2 Плюс 0,375 Умножить на 0,8 Это у меня Исчезает А вот в это Превращается Зачем я закрыл Калькулятор Я мой Калькулятор 375 Умножить 0,3 0,3 Получилось То есть Суммарно У меня Получился Некий 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 Общий Такой Коэффициент 0,3 Да И теперь Смотрите Вот Моя Вот Так Где Кисть Вот Моя Моя Стартовая Точка 0,48 И вот Точка Которую я Пришел Если я Использую Данную Линию Если я Вот Из стартовой Точки Вычту Вот эту Точку То есть 0,48 Минус 0,3 Вот это Вот число 0,18 Это Это Фактически Будет Означать Это Фактически Будет Означать Сумму Частоты Сумму Частоты Это Будет Означать Не Суммы Частоты а сколько я смог импьюрити, то есть примеси, удалить из выборки, не из выборки, а сколько нечистоты я смог бы удалить, если бы использовал данное условие, то есть 0,18. То есть, смотрите, изначально, давайте к началу вернёмся, изначально, вот если бы у меня пока нет никаких условий, если я возьму какой-нибудь объект, неважно, зелёный или красный, и скажу, что он такой-то, то вероятность того, что я ошибусь, будет 48%. Теперь я ввожу правила деления, и снова я считаю вот этот джинни импьюрити, и вероятность того, что я на сервис промахнусь вот с этим правилом, да, вот я ввёл это правило, вот, допустим, у меня вот теперь, вот я здесь, вот здесь сижу, и вот здесь вот сижу, второго пока нет. То есть, я бы теперь ошибался уже всего суммарно в 30%. То есть, я снял примесь импьюрити, аж 18%, можно сказать. То есть, согласно в этой ветке, в этой ветке, да, вот здесь бы я всегда бы угадывал то, что мне надо, по большому счёту, неопределённость. А здесь бы я немного лажал, но суммарно у меня всё это дело бы качество улучшилось. Затем, какое бы моё второе действие было бы? Я мог выбрать другой, другой, другой признак и ввести какое-нибудь другое условие, то есть, поделить по-другому, поделить по-другому наше начальное условие. И после того, как я поделил, я должен был эффективность данного деления поделить, ой, сравнить вот с этой эффективностью. То есть, по большому счёту, я должен буду выбрать на каждом этапе то есть, наиболее эффективное деление вот через данную формулу. Повторюсь, Genie Impurity это вероятность неправильно классифицировать случайно выбранный элемент из нашего множества. То есть, если бы мы случайно, допустим, все пометили бы вот таким вот образом, то какова и, допустим, вот этот красный мы достали и говорим, что это красный, а он не красный и берём, мы этот говорим зелёный, а этот не зелёный и так далее, то есть, для каждых элементов и суммарно, что мы, наша ошибка, наша ошибка то есть, наша нечистота будет 48%. Затем мы вводим какое-нибудь правило делящее и делим на левую часть и правую. Для левой считаем тот же самый признак, то есть, вероятность некорректного классифицировать случайно выбранный объект датасети. Если бы мы их все в первоначале пометили каким-то образом. И с правой, с левой, с правой. А после, после мне нужно снабдить весами, то есть, ввести некие пропорции. То есть, вот я добавлял пропорции, раз я отдельно считал левую и правую, 0,2 и 0,8. Затем бы у меня базой, базой служила бы отдельная ветка. Я снова бы точно так же разделял и так далее, так далее, так далее. То есть, считаем джини, общее, потом начинаем по признакам делить каким-то образом нашу выборку. Допустим, H больше 25. Посчитали, насколько мы снизили импьюрити, то есть, убрали вот эту грязь. Затем берем второй признак, делим его. Снова получили какое-то джини импьюрити. Сравниваем с тем, который мы предыдущий посчитали. В итоге, по всем признакам мы прошлись и нашли наиболее эффективное деление. И его мы ставим, и его мы ставим, по сути дела, во главе. Потом приходим к следующему делению. И процесс повторяем от А до Я. Все то же самое происходит. Вот так это все дело примерно выглядит. На это видео я остановлю. See you next time.